Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы здесь с нами. К великому сожалению, гость сегодняшней программы, находящийся органистный педагог Алексей Паршин по состоянию здоровья, не смог приехать в Волгоград, чтобы участвовать в этом концерте. Он приносит вам свои извинения с пожеланием всем здоровья. Но мы сохранили идею концертной программы, изменив ее содержание. Поэтому путешествие по европейским стилям в «Бухе Пароха» начнется в стаккатной педагоге Ре-Мино Баха. Это произведение принадлежит раннему периоду творчества. Композиторы написаны им в начале XVIII века, в периоде, когда он пребывал в Барнштадте. Такката сочинена в традициях северно-немецкой музыкальной школы, в стиле фантастика, с которой связано с нейтрализацией и характеризуется свободной формой с использованием коротких контрастных эпизодов. Этот стиль дает возможность исполнителю продемонстрировать ритуозность своей игры, умение составлять гармонические фразы и выявлять взрывы замысел гармонии. Фуга написана в стиле Кончепто-Гроссо, что значит «Большой концерт». Мы будем очень много говорить в этот вечер о стиле Кончепто-Гроссо. Этот инструментальный жанр основывается на чередовании противопоставлений и звучании всего оркестра и группы солистов. После обширного тематического развития, группа завершает кода, который звучит как причитатель, такой декламацией. Бах как бы перебрасывает арку между таккатой и кодой, объединяя части произведения воединоцелы. Особенностью токкатой круги, как малого полипонического цепа, является непрестанность развития музыкальных материалов. Что же Бах нам хотел бы сказать? В христианской религии существует так называемый адвент. Это период ожидания праздника Рождества Христова во время ностальгии по приходу Спасителя на Землю. Во времена Баха у людей были ярко выражены такие настроения. Музыкальные произведения, посвященные этому периоду, выносили грустный, томительный, созерцательный характер. Но в данном произведении Баха во весь голос проповедует. Мы знаем, что Христос пришел, и этим сознанием мы воссоединяем прошлое и настоящее. В своем творчестве он все время осуществлял синтез, соединяя миры на разных уровнях. Бах сумел, как никто другой, соединить мир душевный и духовный, мир дольный и борный. В частности, ему удалось соединение мира музыкального, прошлого и настоящего, миров, которые были и есть, и миров, которые будут. Это романтизм, это альфа и омега музыкального искусства. Потому Альберт Швейцер в своем бодоментальном труде о Бахе высказал музыка о том, что Бах – это завершение. От него ничего не происходит, но все идет к нему. Как дорога ведет в храм, так и любая музыка, если она созидательная, и если не имеет хоть скоринку духовно-состояющую, то так или иначе эта музыка приведет к Баху. Поэтому творчество Баха во своем изучении часа называют ядными дебами. Итак, токатэ и фугатадэйбюх, гэна-сэ-э-сэ-баха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка